Совместным приказом Департамента здравоохранения области и города утвержден план перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений города и области на период массовых заболеваний COVID. Согласно данному приказу, госпитальной базой для пациентов с подозрением на COVID на первом этапе определяется городская инфекционная больница, где будет развернуто 360 коек и 45 коек общежития. На первом этапе в Одессе будет развернута госпитальная база в областном медицинском клиническом центре, это бывшая больница водников. На втором этапе будет развернуто 1 ГКБ 30 коек плюс 10 реанимационных, 5 ГКБ 180 плюс 24 реанимационных, это Лидерсовский бульвар 11, родильный дом 2, 50 коек для беременных и родильниц и детская больница номер 3, 75 коек для детей. Всего по городу будет перепрофилировано 695 коек, реанимационных 90, из них в инфекционной больнице 50, в первой 10, в пятой 24, в третьей детской 6. На первом этапе будут развернуты койки областной детской клинической больницы в Одесском и в областном онкологическом диспансере. Пока у нас нет дополнения к приказу, поскольку коек они там будут разворачивать, я надеюсь, что мы сегодня это получим. Скажите, а что у нас в больнице Водников и рассматривали, что область рассматривала, какие больницы? Значит, область рассматривает на втором этапе, это больница Водников, это диагностический центр, они там развернут базу для приема COVID и детская областная клиническая больница. Там, по предварительным данным, они планировали в детской областной больнице развернуть 180 коек для детей до 18 лет. И все? Это на первом этапе. И онкодиспансер, областной онкодиспансер. Сколько коек, они тоже предварительно хотели разворачивать 180. Но я надеюсь, мы сегодня получим приказ. Что будет с онкобольными, кому оказывается там помощь, которые приходят, проводят химиотерапию, которые лежат там, они там и останутся? Вот у меня вопрос. Да, химиотерапия находится в отдельном корпусе, и они будут там получать химиотерапию. Остальные больные будут переведены в областную клиническую больницу на этом этапе. Вы понимаете, это же люди, у которых ослаблен иммунитет. Ну, сколько я понимаю, после всех процедур. Вы все правильно понимаете? Как можно туда переводить людей? Я, конечно, не медицинский работник, у меня нет медицинского образования. Но я сам себе просто думаю, как можно туда переводить людей с подозрением даже на коронавирус в лечебное учреждение, в котором люди с ослабленным иммунитетом. Как-то подскажите им туда наверх. Мы дискутировали по этому вопросу неоднократно. Значит, было сначала предложение развернуть койки в областной клинической больнице. И все склонялись к этому. Потом вышел некий циркуляр Минздрава, что они не рекомендуют разворачивать в областной больнице. Чего? Ну, считается, что это многопрофильное учреждение, третий уровень оказания медицинской помощи. Ну, я не хочу, как бы, у них, наверное, свои какие-то есть мнения Минздрава. Я не могу судить о том, что они предполагают. Но, тем не менее, на третьем этапе планируется развернуть койки в инфекционной больнице клинической. Хорошо, будем говорить. Также планируется областной центр... Хорошего мало, будем говорить. За что? Я говорю, хорошего мало, будем говорить. Потом областной центр психического здоровья. Одесский областной госпиталь ветеранов и инвалидов войны. Одесский областной центр социально значимых болезней. Клинический медицинский центр Южного региона с предварительным предупреждением. Но с ними нужно, как бы, согласовать. Военно-медицинский клинический центр 4-й государственной пограничной службы с предварительным предупреждением. Клиники Одесского медуниверситета и клиники других форм собственности. Резервными медицинскими учреждениями определены городская клиническая больница 11, 40 терапевтических коек и 5 реанимационных. Городская больница 8, Институт глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, Одесский областной глазной госпиталь, Институт соматологии АМН Украины и лечебно-профилактические учреждения санаторного типа расположены на территории Одесской области. При преферировании городской клинической инфекционной больницы пациенты с вирусными гепатитами будут переведены в 10-ю ГКБ в отделение гастроэнтерологии с острыми кишечными заболеваниями и менингитами в 5-ю ГКБ. Со вчерашнего дня готовятся вопросы по переводу больных, согласуются между администрацией одного и другого учреждения. Все взрослые больные с лорпатологией с 1-й ГКБ будут переведены в 11-ю.